Удивительное дело размышлял Остап, как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в провал. Эта цитата из 12 стульев приходит на ум сразу, как взгляд натыкается на шлагбаум, закрывающий подъезд к местам отдыха у воды. Один из таких примеров – озеро в поселке Новый Путь. Сюда приезжают десятки людей. Одни ищут свободное место на бесплатном диком пляже, другие же добровольно соглашаются раскошелиться. Народу много, когда мы приехали. То есть, самый разгар, суббота, то есть, ну, нереально было пробраться. И решили, что поедем на платный пляж. Сказали, что там мест побольше будет и комфортнее. И решили, что туда лучше. По словам людей, многие дикие пляжи стали совершенно непригодны для отдыха. Поэтому у тех, кто не согласен загорать среди мусорных куч, выбор невелик – развернуться и уехать, либо заплатить. Единственное, что вот сюда ездить, на Бархатовское, ну, тоже там это самое. Там машину надо где-то ставить, куда-то идти. Пусть она здесь будет 500, да пускай 1000 будет, ёлки-палки. Самое главное, чтобы подъехал сюда, и всё нормально. Я вот жил так на тёплой речке. Там все купались. Так её сейчас, извините, загадили так, что вообще там это самое. Народ не стал ходить. Организаторы платного проезда говорят, они здесь на законных основаниях. По их словам, они взяли участок в аренду у властей Железногорска, благоустроили его. И теперь поддерживают тут порядок. На это и тратят собранные деньги. Взрыхляется песок, убирается мусор, охрана, свет горит, плюс арендная плата в бюджет. Мы предоставляем места для отдыха. Именно вот палаточный городок. Водная гладь, она нам не принадлежит. Водная гладь принадлежит городу зато Железногорск. А это Усть-Мана. Местные приезжие рассказывают, периодически здесь, в основном по выходным, закрывают съезд к стихийному пляжу, пропуская машины только за плату. Правда, здесь землю, судя по всему, никто не арендует и за порядком не следит. За что платить? Я как бы против этого. Хотя бы минимальные какие-то удобства были. Там туалеты были, мусор чтоб убирали. Вот мы были, сейчас едем с моря. Я тоже там не знаю. Там ни подъезда, ничего, ни спуска. Мусор везде валяется. Я не видел. Туалеты все загажены. Это разве за что платить? По 600 рублей берут. В траве у спуска к воде в поселке Усть-Мана лежат вот эти деревянные брусья, с намотанными на них колючей проволокой. Возможно, с помощью именно этих нехитрых приспособлений и перекрывают проезд к пляжу. В каждой такой ситуации нужно разбираться индивидуально, говорят в полиции. Земля может принадлежать частникам, быть в аренде или субаренде. И тогда проезд и даже проход на территорию может быть ограничен. Отдыхающие могут обращаться с жалобой либо в местную администрацию, либо напрямую в полицию. Если, допустим, тот же самый пляж, либо то же самое место отдыха, оно, грубо говоря, так выкуплено, то есть там проводятся какие-то работы, либо осуществляется деятельность по предоставлению отдыха, и это прописано в документах у фирмы, которая этим занимается, то здесь, конечно, может быть такие обстоятельства, когда действительно они имеют право делать территорию платно. Если люди считают, что их незаконно не пускают, то здесь имеют право обратиться в суд. Плата за вход на пляж может кому-то и кажется несправедливой, но в большинстве случаев те, кто собирает деньги, как минимум организуют на пляже уборку. Получается, что безответственные отдыхающие своим поведением вынуждают остальных пользоваться платными услугами, гарантирующими комфорт и спокойствие у воды. Сергей Сеславин, Всеволод Никитин, Денис Тимошенко, Енисей, Новости.